Всем привет, друзья! Добро пожаловать на конференцию Meet the Robot. С чего начать в робототехнике? Меня зовут Мельников Сергей и я являюсь руководителем образовательного проекта по робототехнике ServoDroid. Робототехникой я занимаюсь уже порядка 10 лет и прошел точно такой же путь, как и все начинающие. От создания каких-то простых мелких роботов до создания каких-то сложных автоматизированных систем, где необходимы различные сложные алгоритмы, компьютерное зрение и такие системы, как умный дом или домашняя автоматизация. На данный момент я являюсь педагогом дополнительного образования по робототехнике и преподаю свои занятия в президентском физико-математическом лицее. Возможно, все его знают. Это 239-й лицей в городе Санкт-Петербург. Мы обучаем детей основам робототехники, механики, 3D-проектирования. Также мы помогаем ребятам готовить команды для участия в международных состязаниях по робототехнике. Готовим команды к соревнованию RoboCup. Итак, давайте представим ситуацию, что вы родитель или ребенок, желающий начать изучение робототехники. Естественно, у вас возникает вопрос, а с чего начинать? И, возможно, если лет 10 назад такой вопрос вы бы не стали задавать, так как робототехника в те времена не была настолько популярной и востребованной, как сейчас. Раньше найти схему сборки робота можно было только в зарубежных журналах и не так часто в наших таких журналах отечественных, как «Моделист-конструктор», «Радиолюбитель» или «Сделай сам». Найти схему – это было настоящей находкой. Сейчас же в наше время перед нами открывается широкий выбор различных журналов, в которых есть схемы. И также очень большой и огромный мир робототехники. В каждом среднем городе, да что там в среднем, уже даже в поселках, отдаленных от больших центров, начали появляться кружки робототехники с наборами и 3D-принтерами. Благодаря развитию и популяризации робототехники у детей теперь есть огромный выбор, с чего стоит начать. Итак, для полноценного изучения с огромным, даже не изучения, а для знакомства с огромным миром робототехники стоит изучить его основы, основы и принципы и начать с простейших роботов. Такими простейшими роботами является BIM-роботы, BIM-робототехника. Это очень старое понятие и оно пришло к нам из-за рубежа. Это понятие расшифровывается как биология, электроника, эстетика и механика. Эти четыре направления позволяют изучить различные области робототехники на различных, в том числе начальных уровнях. И эти области позволяют нам открыть полноценную картину того, как придумывается и создается, собственно, конструкция и сам настоящий робот. В такой начальной робототехнике роботы в основном имитируют поведение насекомых. Это реакция на свет, охота за фонариком или убегать от света, например, как в темные уголки, например, как это делают тараканы при включении света на кухне. Наверное, для всех очень знакомая ситуация. Вот именно так и на таких простых принципах начинающий знакомится с робототехникой. Почему я всегда рекомендую использовать БИМов в качестве начального этапа обучения с робототехникой? Потому что я ставлю себя на место начинающего робототехника. И пройдя такой же путь, могу смело сказать, что именно таким образом робототехник сможет выработать те самые качества, которые позволяют ему быть универсальным в тех или иных случаях. Я имею в виду такую ситуацию, когда у человека возникает идея, и он приступает к ее реализации. То есть у него нет каких-то проблем с тем, чтобы найти выход в той или иной ситуации. У него есть идея, и он уже знает, как к ней прийти и как добиться ее реализации. Зная базу, изучив основную электронику, схемотехнику, научившись самостоятельно проектировать схемы, создать ее рисунок на тетрадке и перенести затем ее в компьютер, в специальную программу. В итоге робототехник самостоятельно сможет изготовить печатную плату. Печатные платы, причем они могут быть такого качества, как будто вы получили их с завода или купили в магазине. Неотличимы будут. Имея базу в робототехнике, в случае каких-либо проблем, например, это может быть проблема с работой датчиков, поломка мотора или других устройств, робототехник сможет самостоятельно вычислить источник поломки. Может быть это порванная дорожка на схеме, может быть это перегоревший электронный компонент или попавшая какая-то металлическая деталь в плату. Все это вычисляется самостоятельно и человек, робототехник, ребенок или студент, школьник, он самостоятельно может исправить эту ситуацию и не выкидывать дорогостоящую плату в мусорное ведро. То есть это и экономия денежных средств в том числе. Но нужно всегда помнить, что занятие, увлечение робототехникой, это на самом деле не дешевое удовольствие. Поэтому каждый рубль, можно так сказать, на счету. Научившись работать с механическими деталями, моторами, манипуляторами на ранних этапах, в дальнейшем при проектировании каких-то сложных систем, да и почему сложно, даже при проектировании обычных систем человек или ученик находит более самый оптимальный выход из данной ситуации. То есть он не берет то, что продается в магазине, а он может самостоятельно уже собрать такую инженерную конструкцию, спроектировать ее и строить свою систему. Это можно сказать, что даже можно назвать это оптимизацией. И в будущем работодатели или вообще при проектировании каких-то систем это играет очень большую роль. Это интересно, полезно и необходимо для дальнейшего развития. Важный момент, который необходимо отметить в BIM робототехнике, что для начинающего особенно, на этом этапе не требуются навыки программирования. То есть человек, желающий научиться робототехнике, изучая все даже с таких простых роботов, он пока что не касается сложного направления как программирования и может использовать основные ресурсы, это электронные детали и литература, для того, чтобы собрать своего первого робота. И, конечно же, мы с вами подошли к такому важному вопросу, как что необходимо для того, чтобы начать, собственно. Для создания робота вам потребуются некоторые инструменты, то есть ресурсная база, расходные детали и другой различный радиохлам. Я его называю радиохлам, потому что это то, из чего можно что-то вытащить и потом это встроить в робота. Потому что бимы – это именно такие роботы, которые создаются из подручных материалов. То есть это некая конструкция, которую вы оживляете, используя что-то подручное. Не важно, что это. Главное, чтобы оно подходило под вашу задачу. Итак, радиохлам. И очень важный момент. Не у всех в городе есть магазины радиодеталей. Чтобы у вас появились эти самые детальки, у вас есть два, в основном два варианта. Либо заказать их в интернет-магазинах и использовать старые радиоплаты, старый электрохлам. Какие-то старые, вышедшие из работы бытовые приборы, детали, телевизоры, компьютеры. То есть очень в электротехнике, в приборах, которые мы используем в повседневной жизни, очень много на самом деле радиодеталей и механизмов, которые могут пригодиться при создании ваших первых роботов. Это был второй вариант. И на самом деле этот второй вариант более, как сказать, этот вариант очень хорош тем, что когда вы изучаете или разбираете какие-то конструкции, всем же раньше в детстве хотелось разобрать что-то и потом собрать, посмотреть, как оно устроено, как оно работает. Вот это именно тот самый момент, когда мы можем именно это и сделать, и оно нам пригодится в будущем. Такой способ, он очень хорошо тренирует смекалку, позволяя сделать нужный узел робота. В будущем это будет называться оптимизацией, опять же, когда вы будете использовать в проекте не то, что есть в магазинах, а то, что вы спроектируете конкретно под данную ситуацию, из того, что есть, потратив на это минимум времени и денег. Инструменты вы сможете купить в обычных строительных и магазинах, все для дома. Самый основной инструмент это паяльник, припой и канифоль к нему. Я использую флюс, и на наших занятиях мы также используем флюс, потому что с помощью этой жидкости вместо канифоли паять детали гораздо удобнее, быстрее и качественнее. Потому что паяльник это инструмент, с которым нужно научиться работать обязательно. Если вы не сталкивались с паяльником и первый раз вообще слышите про такое название, про такой инструмент, ничего страшного. В нем, чтобы научиться им работать, очень много ума не надо. То есть, все приходит с опытом. Как работать с паяльником, как правильно паять детали и вообще для чего он нужен, вы можете свободно найти в интернете по запросам. То есть, такой информации очень много. Первое время при работе с паяльником нужно попрактиковаться с пайкой проводов. Мы в кружке и на наших занятиях с начинающими всегда практикуем пайку проводочков и делаем обычную решетку. Крестик на крестик. То есть, ребенок паяет, оголяет провода, зачищает. То есть, он учится работать с инструментом, он учится правильно скручивать провода, потому что очень часто бывают провода распушенные, и это очень плохо сказывается в дальнейшем на работе с платой и вообще роботом. А особенно, если это будет замыкание. Ну, это очень полезный навык и практиковаться с пайкой нужно почаще. Очень часто при сборке роботов уязвимым местом является именно место пайки. Зачастую оно расшатывается и провод просто отваливается. А пока он отваливается, он может задеть еще какую-то другую деталь и они сгорят. Это мелочи, но обидно. Что бы еще можно было сказать? Все вот эти проблемы, они относятся к поиску, поломке и ее исправлению. То есть, когда ребенок работает паяльником самостоятельно и проверяет качество своей пайки, он может проверить и найти, если где-то есть проблема, исправить ее. В чем минус конструкторов? Если в конструкторах, например, в леговских или еще в каких-то красивых коробочках платы закрытые, если там что-то ломается, невозможно починить это. Ну, и дети не могут это починить, потому что они не знают, что там внутри спрятано и как оно вообще работает. Кроме паяльника потребуются инструменты для монтажа. Пинцеты для того, чтобы брать горячие детальки. Это очень удобная вещь. Кусачки. Обязательно средства для зачистки проводов, потому что дети очень любят брать провод, чистить его зубами. Это, конечно же, нехорошо, и поэтому всегда нужно иметь инструмент под рукой. Что еще, кроме пинцетов? Ну, вообще, на самом деле, этот инструмент, он получается тоже такой, приобретается с опытом. То есть, на начальных этапах какие-то инструменты вам не нужны, а потом, допустим, чтобы делать что-то качественнее или быстрее, вы постепенно набираете свою инструментальную базу, и у вас получается такой некий набор. Вот, то есть, там инструменты вам пригодятся разные. Паяльник и какое-нибудь устройство, которым вы сможете плавить пластик. Желательно не делать ни паяльником, конечно, но на начальных этапах ничего страшного. Можно пожертвовать немножко, ничего с ним особо не случится. Советую иметь коробку, в которой у вас будет храниться всякий радиохлам. Вот, это очень важная вещь, потому что у вас должны быть запасы всяких устройств. Вот, если вы смотрите презентацию, которая крутится на экране, на ней вы видите роботов, и они собраны из различных деталей. Там есть разные компоненты, там есть какие-то части от компьютера, есть какие-то колесики от игрушечных машинок, есть коробочки, как корпус, от каких-то, не знаю, средств ванных, то есть, от мыльницы и так далее. То есть, таких роботов можно сделать в любом корпусе, из любого материала, прилепить к ним разные детали, и это будет роботом, на самом деле. Обязательно используйте средства защиты глаз, так как при пайке очень часто бывает, что припой он может отлетать, поэтому используйте защитные строительные очки. Так как при работе с паяльником на начальных этапах часто это все может разлетаться в разные стороны, также нужно еще и следить за проводами. Очень рекомендую использовать подставки для паяльников, потому что, ну, если вы уроните горячий паяльник на провода, он может их переплавить и произойти замыкание. Поэтому паяльник должен вставляться в специальную подставку, и особенно если этим занимаются дети, и если это происходит в кружках или дома, дома под присмотром, в кружках это должен следить преподаватель, чтобы все хранилось защищенно. Купите подставку и используйте. Говоря о том, что для работы необходимо оборудовать свою маленькую творческую мастерскую, стоит еще раз упомянуть о наработке, практике владения паяльником, пайкой, именно от этого будут все беды. Но нужно обязательно пару занятий, уроков отвести на то, чтобы набить руку. Очень важный момент с электроникой. Работая с электроникой, стоит познакомиться с основной базой радиодеталей, которые всегда будут использоваться при создании и проектировании каких-нибудь схем электрических. При создании роботов это очень важно. Например, вам нужно записать и изучить ряд основных радиодеталей, таких как резистор, транзистор, конденсатор, фототранзистор, фотодиод, фоторезистор, солнечные батареи, батарейки, выключатели, лампочки, моторчики, вся вот эта вот мелочевка, которая используется в начальной робототехнике, нужно с ней также ознакомиться. Потому что, когда ребенок берет в руки батарейку, то все понятно, да, визуально мы все с детства знаем, что батарейка, она выглядит таким образом. Но, когда он видит схему на бумаге, или в журнале, или в инструкции, там батарейка батарейкой не обозначается. Там есть специальное схематическое обозначение. У каждой электронной радиодетали есть свое схематическое обозначение. И с этим нужно ознакомиться. Всю эту информацию точно так же, как и о том, как работать с паяльником, можно найти в свободном доступе в интернете. Просто напишите запрос, что такое резистор, для чего он нужен, как он работает. И там в интернете вы найдете очень много описаний. Они все написаны на доступном языке, в том числе и на языке детей, с примерами, с картинками, даже примерами из жизни можно приводить какие-то. То есть все это можно найти. То есть нужно ознакомиться с тем, как работает основная база вот этих вот радиодеталей. Каждый элемент, так как он обозначается в схемах по-разному, то и при пайке, и при изучении схемы, нужно обязательно не перепутывать то, как каждая деталь обозначается. Потому что очень часто бывает, что дети при проектировании, ну или просто по незнанию, деталь паивается не в то место, где она должна стоять. Хотя вроде бы там два, две точечки, вроде бы туда и резистор можно вставить, а может быть и конденсатор. То есть схемотехнику нужно изучить, хотя бы базовые все эти знания. Не стоит пугаться или останавливаться, если у вас что-то не получается при создании робота или в процессе изучения. На самом деле, никогда не стесняйтесь спрашивать других, как это работает, или для чего нужна такая радиодеталь, или как ее починить. И спрашивайте это, если у вас в городе или знакомых там нету такой возможности, спрашивайте это в интернете. В интернете есть много сайтов по робототехнике. MyRobot, RoboForum, Servodroid. И на каждых этих сайтах есть формы для начинающих. И вы можете туда зайти и зарегистрироваться, и задать свои вопросы. Не бойтесь и не стесняйтесь писать. Пусть даже вы будете считать, что этот вопрос глупый и элементарный. На самом деле, ничего страшного в этом нет. Задавая вопрос, в 50% случаев, набирая текст, когда вы печатаете свой же вопрос, вы в 50% случаев уже на него сами себе и ответите. Ну и если вы все-таки не ответите, то вам помогут более опытные коллеги. Собирать роботов и не делиться своими поделками с другими, я считаю это преступлением. Вам нужно обязательно регистрироваться на форумах или в контактах, в группах каких-то и выкладывать свои поделки. Делитесь этими своими наработками с друзьями. Показывайте всем, что вы сделали, что вы мейкеры и можете создавать робот. Собирайте лайков, и вообще это круто. И это не просто так, что вы возьмете и опубликуете, как будто похваставшись. Нет. На самом деле, здесь больше идет стимул к тому, что те, кто увидит вашу работу, они вас похвалят, конечно же, скажут, да, это круто, интересно, как она работает. Во-вторых, вы заинтересуете людей, то есть вы, возможно, привлечете еще кого-то к этому из начинающих. Возможно, ваш друг заинтересуется и будет вместе с вами заниматься робототехникой, а в последующем вы вообще образуете целую команду и сможете выступать на каких-то соревнованиях. То есть делитесь своими поделками. Напишите, создайте тему на форуме, назовите ее «Мой первый робот» или «Как я начинал», или «Я начинающий, помогите». И пишите, пишите, пишите. Это полезно для вас и полезно для остальных, кто будет это читать. Раз уж мы заговорили о трудностях, которые могут возникнуть у начинающих, то давайте рассмотрим самые популярные из них и то, как их можно решить. Ну, во-первых, самая большая трудность – это отсутствие радиомагазина. Ну, или даже радио, или робокружков в вашем городе. Это очень популярная проблема, и я лично с ней сталкивался в детстве. В самом начале я уже упоминал о том, как это решается. Радиодетали можно покупать в интернет-магазинах с доставкой на дом, либо искать разные неисправные бытовые приборы и смело разбирать и распаивать их. Если вы несколько-сколько раз проверяете, те ли радиодетали вы выписали, потому что в основном вы сами их ищете. Заказывая детали, даже желательно дать ссылочку менеджеру, чтобы он сам проверил, то ли вы заказали. На самом деле это большая тема, так как очень часто можно встретить ребят, которые заказывали одно, а им пришлось совсем другое, несовестимое с их задачами и с их оборудованием. Есть ситуация из моего личного опыта. Когда я был в 10 классе, я ходил в кружок радиолюбитель в своем поселке. Тогда еще о робототехнике, можно сказать, ничего неизвестно было. То есть в основном собирались разные детекторы движения, регуляторы яркости, лампочки. То есть такая радиоэлектроника. И вот я, найдя статью в журнале, в каком-то зарубежном журнале, уже точно не помню, решил заказать в интернете эти детали. Детали там были импортные, это микросхемы, которые в нашей отечественной электронике было не найти на то время. Я прождал целый месяц доставку. К тому времени я уже нарисовал схему, я уже придумал, как это все впаять, разместил эти платы, даже уже, собственно, вытравил саму плату. И когда начал впаивать детали, которые я уже получил радостно, в какой-то один прекрасный момент я понял, что оказывается, одной схемы у меня не хватает. И вот это на самом деле очень обидно, и пришлось отложить это на целый год или даже два года, потому что обучение последние 11 классы уже было не до этого. И это обидно, когда из-за такой глупой ситуации заказал не то количество деталей, потому что просто не разобрался в схеме. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте всегда на форумах, друзей, знакомых, кто разбирается в этом, чтобы не ошибаться. Часто начинающие сталкиваются с трудностями повторения самой робоплатформы. Имеется в виду той части робота, которая отвечает за его передвижение. Просто взять моторчик и прицепить к нему колесо, от этого эффекта будет очень мало. И столкнется с этим, наверное, каждый начинающий, и это правильно, и это нормально. Когда он с этим столкнется, он узнает, что есть такая вещь, как редуктор, мотор с редуктором, мотор с редуктором. Так как мы начинающие с вами, то мы должны все это проектировать и искать пути, как сделать такой редуктор, или где его найти, или где его вытащить. Вот в этом особенность начальной робототехники. Столкнувшись с этим, ребенок узнает, что такое редуктор, и, собственно, как они работают. В интернете они стоят не так дешево, но такие устройства, редукторы с моторчиками, можно собрать из подручных средств. Или использовать дешевые, готовые решения. Детские игрушки. Да. То есть, та коробка с радиохламом, которая у вас уже должна вот там вот сзади стоять, с платами, со всякими бытовыми приборами, там уже, может быть, у вас валяются уже и игрушки, которые можно разобрать в последующем, из которых можно как раз вытащить моторчики или редукторы. В магазинах игрушек можно найти такие игрушки, как машинка-неваляшка. Это такая машинка, она просто едет вперед, упирается в стенку или в угол по, тумбочки, не знаю, шкафа, переворачивается и опять встает на колесо и опять едет по прямой. Это такая простая машинка, она очень дешевая, но можно купить две таких машинки, вытащить из них лишние компоненты, соединить их вместе, сделать по колесу. В каждом есть моторчик и редуктор, даже батарейные отсеки и у вас получается готовая робоплатформа, с которой можно уже что-то придумывать. Как вот у меня на слайдах крутится. Про то, что нужно обязательно ознакомиться с базовыми электро- и радиодеталями и тем, как они обозначаются на схемах, я уже говорил ранее, но еще раз надо это повторить. И это очень важный момент, так как просто вставить радиодеталь и впаять, это недостаточно, это неправильно. Некоторые радиодетали имеют свои особенности и можно легко перепутать их ножки. Очень часто такое встречается, когда начинающий делает робота, например, который бегает за источником света со фонариком. Когда он меняет полярность ножек фототранзистора, то есть просто его неправильно вставляет, это очень легко ошибиться, когда там отрезают лишние ножки и впаивают, они становятся одинаковыми. Вот. И получается, что ребенок собрал полностью исправного робота без каких-то замечаний. Все детали все рабочие, но когда он берет фонарик и подставляет его к роботу, робот не реагирует. Ну, то есть светит на робота. Когда он подставляет фонарик впритык к фотодатчику, только тогда робот начинает реагировать и ребенок начинает ломать голову. Что же у него не так? Хотя по схеме он уже проверяет все правильно. Никаких там проблем с платами, дорожками, проводами у него нет. И вот из-за такой маленькой проблемки можно и передумать делать робота. Но поэтому нужно с этим и сталкиваться и знать, как это решать. Ничего страшного. Что еще можно сказать о том, с чем сталкиваться? Ну, радиодетали все по-разному себя ведут и с этим нужно будет знакомиться на практике. На самом деле, столкнуться с подобными проблемами считая положительным явлением, так как проблемы и трудности всегда могут возникнуть, когда мы их не ждем и нужно уметь их решать в положительную сторону. Что ж, если вас не напугали все эти сложности и трудности, о которых я тут немножко описал, и вы также гордите желанием собрать своего первого робота, то вам нужно найти журнал «Моделист Конструктор», сходить в библиотеку с номером, с годом 1900. Нет, я шучу на самом деле. Конечно же, это шутка. Не забывайте, прошло уже столько лет и, конечно же, мы позаботились о том, чтобы начинающему робототехнику стало гораздо проще найти инструкцию по сборке своего первого робота и, в том числе, несложного робота. Для этого и существует мой проект под названием «Серводроид». В интернете вы его можете найти по адресу www.servodroid.ru Он является образовательным, и на нем вы всегда сможете найти информацию о робототехнике, о литературе, о том, как делать те или иные узлы рук для робота, и, собственно, инструкцию по сборке самих роботов. А инструкции очень подробные, на понятном языке, с картинками, с видео есть. А так как, напомню, я так же, как и вы, когда-то был начинающим, то при написании всех этих статей по сборке роботов были учтены все вот эти вот моменты, все трудности, с которыми может столкнуться начинающий робототехник. И они все описаны в статьях, и есть способы их исправления. Тем самым, вероятность сборки робота с вашего первого робота становится практически 100%. Также есть множество журналов в магазинах и различные книги в библиотеках, в которых можно сейчас найти схемы. Собрав своего первого робота, как быть дальше, подумаете вы? Определенно, дальше не стоит останавливаться. Ваш первый робот послужит для вас как выставочным работающим экспонатом, так и в некоторых случаях он будет у вас донором для последующих подделок. Да, и так бывает, когда деталей очень мало, и приходится разбирать предыдущие подделки и делать из них уже более крутого робота. Непременно поучаствуйте в различных выставках детского творчества, демонстрируйте свои подделки. Я это повторял и буду всегда повторять. Показывайте, что вы сделали, хвастайтесь, не знаю, собирайте лайки. На вас обратят внимание, это несомненно. Собирайте роботов для участия в соревнованиях. Очень популярное соревнование сейчас, ну, давно, это следование по линии. Оно есть практически на всех соревнованиях по робототехнике. Оно достаточно простое повторение, то есть робот достаточно легкий в сборке, и вы уже можете собрать простого BIM-робота без программирования и участвовать в крутых соревнованиях. Даже, как сказать, международных, скорее всероссийских, точно можете участвовать. Инструкции по сборке такого робота вы также можете найти на нашем сайте. И когда вы соберете не менее трех-пяти BIM-роботов, не просто роботов на бумаге, которые есть также у нас, а именно с печатными платами и какие-нибудь сложные конструкции, можно считать, что ваша практика в освоении начальной робототехники может считаться пройденной, и вы уже можете приступать к изучению более сложных направлений, связанных уже с программированием. Это так называемые очень популярные платы Ардуино. Также рекомендую с ними ознакомиться и с ними делать интересные проекты. С этими роботами вы сможете собирать крутые проекты, крутых роботов для соревнований. Все зависит от вашей фантазии и приобретенного в начальном этапе BIM-робототехнике опыта. Дерзайте и обязательно делитесь своими наработками и опытом с другими начинающими робототехниками. Так, если рассматривать данный процесс обучения начальной робототехники со стороны преподавателей, то тут тоже есть свои нюансы и хитрости, которые непременно нужно использовать в обучении детей. Первоначально педагогу также необходимо самому ознакомиться со всем процессом сборки робота, пайкой, пройти такой же путь, по сути, как и начинающий ребенок. То есть нужно научиться работать с паяльником, так как при работе и проверке схем понадобятся эти навыки и опыт. Необходимо проверять, хорошо ли у детей собрана схема, потому что зачастую, наверное, 70-80% при сборке по инструкциям проблема просто в качестве сборки. Также бывают случаи, когда ребята путаются в схеме и припаивают провода неправильно или вставляют не те схемы. То есть, опять же, учитель и ученик, по сути, одно вытекающее из другого. То есть, учитель должен быть одновременно и ребенком, и робототехником, чтобы знать, что сделал ребенок и знать, как это исправить. Так как при работе детей с электроникой больше 9 вольт в основном в схемах не используется, то это вполне безопасное направление. То есть, 5-9 вольт, в основном 5. То есть, ничего страшного здесь нет. Но преподаватель должен следить за всем, что делает ребенок. В работе с детьми я разделяю время на две части. Первая часть – это занятия по теории. То есть, даем знания. Основные знания – это электроника, потому что, наверное, здесь большая часть в начальной робототехнике – это знакомство с электроникой. Вторая часть – это большая часть времени на занятиях. Это практика. Конечно же, без практики никуда. Как правило, усушенные или записанные на занятия знания очень хорошо закреплять какими-то практическими занятиями. То есть, ребенок должен обязательно закрепить их на практике. Зачастую практика занимает большее количество времени, и можно разделить занятия, чтобы ребята все попробовали, все изучили, и обязательно в итоге у них была собрана 100% конструкция, о которой говорил или о которой рассказывал педагог. Возраст детей сейчас такой, что если раньше в кружок набирались ребята определенного возраста или класса, например, 8 класса, это 16 лет дети, то сейчас дети уже гораздо лучше развиты в плане умения работать и с компьютерами, и с гаджетами, возможно, даже они уже и конструируют. Очень часто обращаются родители ко мне и говорят, как занять их чадо, они уже там вовсю конструируют, им уже лего-конструктора уже не хватает, хотя им там, господи, какой-то класс на 5, 6, 7 класс. Сейчас дети гораздо развитые, и поэтому говорить о том, каких детей брать в группу, немножко сложновато. Я рекомендую проводить небольшие собеседования с родителями и с ребенком, чтобы понять уровень его знания. Это поможет вам доносить одну и ту же информацию для детей таким образом, что каждый понимал, о чем говорит или что пытается донести до него преподаватель. Каждый может информацию воспринимать по-своему, кто-то визуально ее хорошо понимает, кто-то тактильно ее хорошо понимает, и поэтому нужно здесь преподавателю знать подход к каждому ребенку, и тогда процесс обучения будет равномерный и для всех одинаково. В обучении я рекомендую проводить примеры жизни и даже удивлять детей тому, что вроде бы всегда было перед ними, с чем они сталкиваются каждый день, но о чем они не подразумевают до того момента, как они начали заниматься робототехникой. Вот это очень интересный момент. Это различные источники света, то, как отражается свет от разных поверхностей, то есть здесь и физика есть, и химия, например, физика, ну то есть поверхность, это что свет имеет разную длину волны, или очень интересный опыт для детей, как можно нарисовать электрические провода на бумаге и прямо в тетрадке, прямо в их тетрадке взять карандаш, начертить линии жирно-жирно провода, сделать вид проводов и подключить к ним лампочку и батарейку, и это все засветится. И на самом деле видеть, как дети удивлены, это нечто. Все эти опыты, они очень интересные, и они нужны в начальной робототехнике. Преподаватель должен иногда включать у себя там где-то кнопочку, которая возвращает его в детство и помогает найти общий язык с детьми. Методика обучения детей в начальной робототехнике она схожа с методикой кружков радиоэлектроники. То есть основная задача в данном обучении это знакомство с начальной электроникой, чтобы ребенок умел читать схемы, понимал, как по поводу того, как протекает ток в схеме, знать хотя бы элементарный набор законов, знания физики ему также пригодятся, которые ему дают в школе. Очень полезно. Желательно, чтобы дети умели работать с компьютером и осмысленно выполнять на нем те или иные задачи, которые ставит преподаватель. Участие ребят в творческих выставках, соревнованиях должно быть обязательным и популярным явлением, так как само по себе создание BIM-робота ребенком, который учится, не знаю, в восьмом классе, это очень круто, когда ты видишь, что это не конструктор, не готовый набор, а именно собранная своими руками из подручных средств конструкция, и она собранная с нуля, еще и ребенка. Мне всегда нравилось смотреть на выражения лиц специалистов, которые сидят в жюри на соревнованиях или на творческих выставках, которые оценивают работу детей. Когда они спрашивают, подходят к столам с выставочными проектами и спрашивают или показывают на какую-то часть робота и просят ребенка объяснить, что это такое. Ребенок с легкостью им рассказывает, как он ее собрал, почему он именно выбрал именно такую конструкцию, то есть почему эта конструкция, по его мнению, подошла сюда больше всего не по мнению преподавателя, который его научил в робототехнике, а именно по его мнению подходит больше всего. В таких случаях ты испытываешь настоящую гордость за ребят, что они начали уже применять свой, пока еще маленький, но уже опыт при создании робота. Говоря об успехах детей на соревнованиях, стоит отметить тот факт, что зачастую самоделки обыгрывают более дорогостоящие конструкции. По таким простым параметрам, как простота настройки робота, скорость настройки и множество параметров, которые ты сам придумываешь и реализуешь. Если, к примеру, взять конструктор LEGO, то его настройка сводится в большей части к программированию, потому что так как корпус робота, он ограничен своих размеров на соревнованиях, BIM-робот, он же наоборот, он может быть таким компактным, маленьким, и большая часть его настройок, они все железо, настройки железной части. То есть это настройка датчиков, их чувствительности, самой платформы, это определенный угол наклона моторчиков для более быстрой езды или для более быстрых поворотов робота. То есть все это делается механически и делается это за считанные секунды. Я помню, как мы с ребятами ездили в 2011 году в Москву на Робофест с BIM-ами, то есть первый год, даже первые полгода ребята прошли вот эту начальную робототехнику, и уже у них был простой робот, робот называется дихотомический, то есть у него два режима работ, влево или вправо, поворот влево или вправо. Это очень простой принцип, и за счет такого принципа ребята собрали этого робота и участвовали в категории, про которую я говорил, следование по линии. Она очень популярна на всех соревнованиях. И наш самодельный робот занял первое место, обойдя всех претендентов. Конечно, при должной настройке роботов, соперников, обычно там бывают разные роботы вперемешку. И покупные, и самодельные, и еще какие-то, и даже Лего может там участвовать в перемешку, в смешанной категории. Так вот, они, несомненно, могут победить, но учитывайте тот факт, что для качественной настройки таких сложных роботов детей нужно обучать так, как студентов обучают, и давать им такие знания студенческие, ну, например, как теория автоматического управления, ТАО. То есть это очень непростой предмет для усвоения детьми в школе. Позже в других соревнованиях ребята также с BIM-ами занимают различные призовые места. Так что даже с такими простыми роботами у них все шансы побеждать на соревнованиях. Также в BIM-робототехнике бывают и свои хитрости, которые можно применять в соревнованиях. Одна из таких хитростей была осуществлена моими учениками в Мурманске, когда они приехали на областные соревнования, там было соревнование следования по линии, а есть соревнования с лалом по линии. Это, в принципе, два одинаковых соревнования, только разница в том, что в последнем есть две баночки, которые ставят на линии, и робот должен их объезжать, не сбивая. И ребята очень расстроились. Сперва, когда приехали на соревнования, а у них робот был именно для просто езды по линии, и не было у них специального датчика, они расстроились, не знали, что делать, но потом через какое-то время догадались, что они могут насобирать эти штрафы, потому что за сбитие каждой баночки идет штраф, но зато если они сделают робота конструкцию, чтобы он максимально быстро прошел всю эту линию, и с учетом всех этих штрафов это будет не такой значительной помехой, ну не такой значительной, да, и на самом деле это так и произошло, они догадались, участвовали, это были школьники, а участвовали они на уровне студентов, то есть когда студенты там пытались уже в ходе самого соревнования объезжать эти баночки, то наши школьники своей смекалкой быстренько все эти баночки сбили и за максимальное время проехали трассу, и заняли тоже, заняли, по-моему, второе место это было, то есть очень круто и быстро проехали трассу. Таким образом, даже с учетом накопившихся за сбитые штрафы, ребята занимают места. Думаю, я успел уложиться в отведенное время и сейчас готов посмотреть на вопросы, которые вы мне, должно быть, уже составили, и отвечу на них прямо сейчас. Итак, друзья, давайте ознакомимся с вашими вопросами. В каком возрасте, по вашему опыту, дети уже могут брать в руки паяльник? Ну, смотрите. Паяльник – это средство, с которым нужно уметь работать и за которым нужно следить. Если это ребенок занимается дома, то это обязательно должно быть под присмотром родителей. Я думаю, если ребенок 8, 9, 10, 8, с 8 класса – это уже безопасный, я думаю, возраст, в котором можно ребенка обучить работы с паяльником и можно быть уверенным, что ничего страшного не произойдет. Но все равно всегда, если вы родители, то обязательно следите за тем, как лежит паяльник на столе, потому что очень часто все эти проводочки, которые у паяльника, ну и вообще у всех приборов, они имеют свойство скручиваться и перекручиваться, и когда паяльник кладется на стол, без подставки может произойти наложение на провод горячей частью паяльника жалом и провод просто расплавится и может произойти короткое замыкание. Поэтому используйте подставочки, в которые паяльник вставляется и крепко зафиксируем. Это самый надежный вариант и самый безопасный. Поэтому я думаю, это будет 8 класс, но если раньше, то обязательно под контролем родителей. Следующий вопрос. Вы совсем не работаете с готовыми образовательными наборами? Ну, на самом деле, в моей программе готовых наборов пока еще нет. Есть специальные наборы в списке. Для каждого робота у меня составлена определенная перечень необходимых компонентов и радиодеталей, которые необходимы для того, чтобы ребенок, ну, один человек, мог все без проблем это собрать в рамках отведенного на занятие времени. По-хорошему, если это занятие в кружках, то у ребенка должен быть наборчик, в котором у него будет все разложено по своим местам, где у него там будут лежать резисторы, фотодатчики, и в этом наборе их должно быть предостаточно, потому что, ну, очень часто бывает, что деталька может сгореть, и бывает, что брак при покупке детали. Очень часто мы один раз столкнулись с тем, что заказали детали, и они были, по-моему, 50% были бракованными, и ломали голову также при сборке роботов. Думали, что же не так в схеме, это все правильно, но оказалось, что это неисправная деталь. Поэтому лучше иметь какой-то свой, что-то типа портфеля, если это в кружок ходит, что-то с коробочкой, и там все раскладывать. Вообще, образовательные наборы есть в большей части при программировании роботов. Вот когда вы пройдете уже начальную робототехнику и столкнетесь уже с роботами, которые нужно программировать, это наборы с Ардуино, там будут уже готовые образовательные наборы, и их достаточно большое количество, и выбирать на свое усмотрение и по своим ценовым предпочтениям. Их очень много. Самое лучшее – это заказать такой набор с Алиэкспресса, там очень дешевое все. Используете ли вы в работе микрокомпьютер, Ардуино или Raspberry Pi? Смотрите, если речь идет о BIM робототехнике, то здесь используются непрограммируемые компоненты. То есть используются микросхемы стандартной логики. Это такие элементы логические, которые помогают роботу определиться, делать то или делать это, или делать то при определенных условиях. То есть за счет таких вот микросхем можно составлять алгоритмы поведения роботов, или можно даже назвать это уже нейросетью. То есть та часть, с помощью которой робот думает, как ему работать. Микро-ПК, микрокомпьютеры, в основном используются в творческих проектах более старшими ребятами, то есть 10-е классы, 11-е и студенты, когда они создают различные проекты. Там могут использоваться микрокомпьютеры. Ардуино используется уже в основном после изучения базовых основ. Поэтому с Ардуино мы с ребятами работаем уже на второй год обучения. То есть первый год обучения это BIM робототехника, второй год обучения, ну где-то середины, это уже микроконтроллеры, а первая часть, ну второго года, это повторение и закрепление пройденного этапа на первом годе, чтобы они все закрепили и помнили спустя отпуск и спустя летом. Ну и в том числе Raspberry Pi это тоже уже используют те, кто умеет программировать. То есть это более сложные платы. Для начинающих они пока не нужны. Сколько примерно денег нужно, чтобы купить деталей? Примерно на 4 несложных робота. Очень большой плюс в BIM робототехнике в том, что это роботы очень дешевые. То есть это максимально дешевая конструкция роботов, которую вы можете собрать. Если в программировании при сборке каких-то наборов вам нужен конкретный набор с конкретными дырочками, чтобы туда вставить другую плату. То есть вам нужно ее покупать, чтобы туда это все вставить. То в BIM робототехнике, как вы видели в презентации, которая у меня крутилась на слайдах, там паяется все компактно и паяется именно в том виде, в котором вам и нужно. Поэтому одно из расшифровок BIM робототехники – это эстетика. То есть вы паяете всю электронику, собираете всю механику и делаете это красиво и эстетично, чтобы оно выглядело изящно. В этом есть свои особенности и плюсы. Так вот, сколько примерно нужно денег? Сборка одного простого робота, если вы закупаете это все в интернет-магазинах, не таких, как, например, Чипдип. Чипдип – очень хороший магазин, но он очень дорогой. Есть и более дешевые магазины, которые продают детали. То в рамках 500 рублей можно собрать одного робота. На начальных этапах, когда вы собираете, только начинаете собирать, у вас маленькая база радиодеталей, поэтому вы покупаете. Но потом у вас она накапливается, у вас появляются коробочки с радиохламом, из которого можно все выпаять и не покупать это в магазине. И тем самым все дешевле, дешевле, дешевле и проще собирать роботов. Можете подробнее рассказать, что умеют BIM-роботы, что делают самые сложные. В основном BIM-роботы – это имитация живых организмов. То есть это роботы, у которых есть какие-то логические цепи, с помощью которых они думают. И задачи они выполняют на самом деле простецки. То есть задача ребенка или задача начинающего – заставить взять вот эту груду железа, соединить его, собрать и заставить его ожить и начать соображать. То есть это железо должно научиться как-то реагировать на внешние раздражители. Будь то это свет, или это нажатие, ну и так далее. То есть это самые простые функции. Но, например, один робот, который бегает, вот возьму телефон, представьте, что это у нас робот, у него есть два глаза, с помощью которых он реагирует на свет. То есть поворачивает либо влево, либо вправо, в зависимости от того, куда отводится фонарь. Так вот, если вы эти два глаза опустите в пол и добавите к ним подсветку, у вас получится робот, который уже умеет ездить по черной линии. То есть это такие роботы, они универсальные бимы. То есть один робот можно переделать в такого, который будет бегать от света, который будет бежать за светом, который будет ехать по линии, или который будет у вас ползать по столу и бояться упасть с него. Это очень универсальное направление на самом деле. Самые сложные бимы это, наверное, те, которые имеют сложную, ну, логическую сеть, нейросеть, и в основном они полностью независимы. То есть не так просто собрать робота, который бы у вас работал автономно. И работал автономно не просто от батареек, а работал автономно именно от своих источников питания, солнечных батарей, и при этом он выполнял какие-то функции. То есть это очень сложные проекты, но они интересные. Можете поподробнее рассказать, что умеет... А, этот вопрос уже был. Сколько в среднем по времени занимает сборка одного бима робота с нуля? День, неделя или месяц? Если ребенок занимается на занятиях, то в основном сборка, отладка и настройка бима робота занимает примерно три занятия. Ну, можно и быстрее, но когда у вас в группе, например, 15 детей, то, соответственно, просто физически вы не ко всем успеваете подойти и проверить правильность или корректность сборки. Вот, поэтому обычно занятия можно растянуть на несколько дней. Причем занятия вам необходимо построить по такому принципу, чтобы теория и практика, они еще и умещали с собой сборку какой-то конструкции механической или электрической, то есть чтобы это уже было какими-то частями робота. То есть не просто вы проговорили какую-то теорию и основу электроники, но и это уже была какая-то необходимая деталь или часть этого робота. Какую литературу посоветуете? Ну, опять же, если мы рассматриваем начальную робототехнику, это знакомство с электроникой. Литературу я сейчас вам прям точно не назову, но вам нужна та литература, в которой рассказывается базовая основа электроники и схемотехники. На нашем сайте, на сайте Servodroid, вы можете найти раздел, он так и называется, литература книги, и в нем найти все необходимое. Ну, либо также обращайтесь на форумы и задавайте смело вопросы. Возможно, это был последний вопрос у нас на сегодня. Если вопросов больше нет, наверное, мы будем заканчивать нашу презентацию и конференцию. Что, друзья, благодарю вас за внимание, занимайтесь робототехникой, создавайте роботов и всем хороших выходов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok